Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. На лыжи и сноуборды можно вставать уже завтра. В Сочи открыт горнолыжный сезон. Пласточка соединит Армавир и Сочи новый поезд ввели по просьбам пассажиров. Семь вместо трех в Сочи пресекли незаконную стройку. Начался снос многоэтажки на улице Ударной. Что находилось в годы войны в здании школы узнали сегодня ученики 9-й гимназии. Для них в Музее истории провели необычный урок. Кубань возглавляет один из самых активных губернаторов в России. Об этом рассказал Владимир Путин во время общения с волонтерами в Сочи. Международный форум добровольцев завершился. Перед официальной церемонией президент вместе с Вениамином Кондратьевым посетил стенд Общероссийского народного фронта. Молодежь представила главе государства свои проекты. Например, жителям Кубани они активно помогают решать жилищно-коммунальные проблемы. Мы отвечали вопрос газификации по Краснодарскому краю. На прямую линию поступило 449 обращений по данному вопросу. Наш край вообще газифицирован на 84%. Это выше среднего уровня по стране. Но все равно остались еще те поселения, где люди до сих пор еще ждут газ. Также интересный случай. Это село Красное Толопсинского района, где мужчина, у них задача стоит, необходимо провести трубу 3 километра. И есть вариант, когда жители сами это делают, а также можно это сделать по госпограмме. И вот у нас там очень активный мужчина. И мы в субботу уже, там мы знаем, как первые шаги необходимо сделать у нас ход граждан, для того, чтобы подать в программу. И в субботу вот мы уже к нему выезжаем для того, чтобы запустить этот процесс. У вас очень активный мужчина, именно Киеванович, то есть гидернатор. Он занимается, действительно, я просто это знаю. Это классификация, кстати говоря, даже на Краснодар все время внимание обращают, на благоустройство. Поэтому нужно и в его офис тоже обращаться, наверняка не подключиться. Самое сложное, это вот последние мили подключение к домам от магистральной трубы, это самое сложное. Также Владимир Путин выступил перед многотысячной аудиторией на церемонии закрытия форума. Событие приурочено ко Дню Добровольца. Там же наградили и победителей конкурса «Доброволец России». Общий призовой фонд составил 45 миллионов рублей. Мы насходимся с вами в Сочи. Именно здесь был дан мощный толчок развитию волонтерства и добровольчества в нашей стране. В период сочинской зимней Олимпиады. А сейчас, сейчас волонтеров в нашей стране более 15 миллионов человек. Это огромная армия. Конечно, волонтеры, волонтеры работают бескорыстно. Но все-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки. Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку проводимого конкурса «Доброволец России». Краснодарский край на форуме добровольцев представляли более 400 человек. А сочинский волонтерский центр признан лучшим в России. На лыжи и сноуборды можно вставать уже завтра. В Сочи стартует горнолыжный сезон. Аккурат к открытию горные районы уже покрылось снегом. Первым открывает зимний сезон курорт «Красная поляна». На «Розе Хотор» можно будет кататься уже 20 декабря. А еще через пять дней заработают и трассы «Газпрома». Гостиницы, отели и инфраструктура в целом уже готовы к приему гостей. В этом журналистов заверил губернатор Краснодарского края. Пик посещаемости мы прогнозируем на новогодние праздники. Поэтому будет увеличено количество рейсов «Ласточек» на курорты Сочи. Горноклиматические курорты Сочи ждут более 365 тысяч гостей. Загрузка отелей будет достигать 100%. Горнолыжные курорты смогут оценить и любители активного отдыха, и те, кто приехал просто насладиться отдыхом в горах. Курорты приготовили множество активностей и фестивалей. В новом сезоне для отдыхающих водится единый скипас. Думаю, это тоже долгожданное событие для горнолыжников. А для тех, кто еще не встал на лыжи или сноуборд, канатные дороги доступны и в экскурсионном режиме. По словам Вениамина Кондратьева, номерной фонд сейчас позволяет единовременно разместить более 15 тысяч человек. Всего в этом сезоне в горном кластере Сочи будет функционировать 64 канатные дороги и 110 трасс. На 2 километра удлинилась зона вечернего катания. Общая протяженность трасс составляет 177 километров. Ласточка соединит Армавир и Сочи. С 9 декабря маршрут Армавир и Меретинский курорт введен с учетом пожеланий жителей Армавира. Им теперь будет удобнее добираться до Черноморского побережья. Время в пути составит менее 7 часов. Стоимость билета от 500 до 800 рублей. Со станции Армавир-Ростовский поезд будет отправляться в 6 часов 7 минут утра, 3 раза в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам. И прибывать в Амиретинский курорт в 12.55. В обратном направлении поезд «Ласточка» назначен по средам, пятницам и воскресеньям. Время отправления – 16.06. Прибытие в Армавир – 22.49. В перспективе летом этот поезд может стать ежедневным. Сегодня для того, чтобы доехать до курортов Черноморского побережья железнодорожным транспортом, армавирцы могут воспользоваться только ночными пассажирскими поездами. С появлением нового маршрута у них появится возможность добраться до курортной зоны в дневное время. Другим новостям. Как выстроить патриотическое воспитание для современной молодежи сегодня говорили на встрече губернатора с Героями России и Советского Союза. Вениамин Кондратьев встретился с ними в преддверии праздника Дня Героев Отечества. В Краснодарском крае сейчас живут 16 обладателей этого высокого звания. На Кубани именами отличившихся участников Великой Отечественной и современных локальных войн названы более 370 улиц и свыше 1000 школ. Простое решение, которое позволяет вовлечь молодежь в изучение истории своей Родины на конкретных примерах. 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Сегодня подвиги героев сочинцев вспоминали в Музее истории города. Там для учеников 9-й гимназии и воспитанников клуба ВДВ «Патриот России» был организован урок мужества. 18 707 человек. Из них 4566 не вернулись в поле сражений. О тех, кто ушел на фронт из Сочи, кто погиб в сражениях и кому удалось вернуться, юным сочинцам рассказала руководитель отдела музея истории Сочи Лариса Князева. Героев Советского Союза, России, полных кавалеров Ордена Славы должен знать каждый. Кстати, история 9-й гимназии связана с именами сразу двух героев Советского Союза. Летчика-космонавта Виталия Севастьянова и Адама Турчинского, командира 20-й горно-стрелковой дивизии. Кстати, штаб 20-й дивизии располагался как раз в здании 9-й гимназии. Я думаю, что тот материал и о многом другом, о чем мы скажем сегодня на этом уроке мужества, очень поможет ребятам в патриотической работе, в патриотическом воспитании молодого поколения. Для того, чтобы помнили имена героев. В 60-е годы многие герои Советского Союза переехали в Сочи. Их имена тесно связаны с нашим городом. Среди тех, кто до сих пор принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи, герой Советского Союза Виталий Бубенин и герой России Павел Сюткин и Евгений Федотов. Любовь к родине, героизм и самопожертвование. Такие темы обсудили ученики 14-й школы на уроке мужества. Смысл этих понятий на примере прожитых жизней объяснили ветераны войны и труда Павел Сюткин и Вера Шибалова. Павел Сюткин и Евгений Федотов 14-я школа встречает ветерана войны почетным коридором Павлу Павловичу Сюткину 98 лет. Сегодня он делится знаниями со школьниками. Я общалась не только с Павлом Павловичем, и я могу сказать, что этот человек просто героически выглядит на свой возраст. То есть он хорошо разговаривает, он хорошо двигается, то есть он постоянно активный, это очень активный человек. В рамках празднования Дня Героев Отечества такие встречи с ветеранами проводятся во всех районах Сочи. Мы широко празднуем День Героев Отечества. 5, 6 и 9 числа проходит единый классный час по приказу управления образованием. Это урок мужества с приглашением наших ветеранов. Кстати сказать, военно-патриотическое движение очень широко шагает по городу Сочи. У нас в 47 образовательных организациях уже существуют юноармейские отряды и участников более полутора тысяч. Служу России! В этот день ряды юноармии пополнились еще 15 школьниками. Павлу Сюткину доверили почетную миссию – вручение первых удостоверений. Спасибо. Служу России! В присутствии почетных гостей ведущие торжественно объявили, что 14-й школе присвоено имя Героя Советского Союза Ильи Сьянова. Как я считаю, это честь получить такое звание в школе, потому что это не просто какая-то фамилия. Это фамилия Героя Советского Союза, который дал нам чистое небо над головой. Имена Героев СССР присвоены многим школам курорта. Это стало результатом участия в краевой акции. Сейчас Сочи вводится за получение звания города воинской славы. На сайте администрации курорта проводится голосование, в котором могут принять участие все желающие. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Не забывайте своих дедов и прадедов. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Седьмого декабря в Сочи ясна. Температура воздуха ночью плюс два, плюс четыре. Днем 10-12 градусов выше нуля. Температура морской воды 15 градусов. В Красной Поляне тоже ясна. Температура воздуха ночью минус один, минус три. Днем 8-10 градусов выше нуля. В России собираются создать общую систему оплаты труда учителей. В Совете Федерации хотят привести зарплаты педагогов к единому знаменателю. Об этом сообщают известия со ссылкой на источник в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Единая система будет создана в рамках нацпроекта образования. На это может потребоваться около года. Представители профсообщества одобрили инициативу. По их мнению, зарплата труда педагогов должна быть в два раза больше прожиточного минимума, установленного в регионе. По словам заместителя председателя комитета СовФеда Виктора Смирнова, в России на федеральном уровне нет единой нормативно-правовой базы, касающейся работы школьных учителей. По закону, систему оплаты труда в учреждении устанавливает его учредитель. Как правило, учредителями школ выступают муниципалитеты, в то время как фактически вопрос оплаты решается на региональном уровне. Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель в школе реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов, считает Смирнов. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов отметил, что также нужно установить единую систему поощрений для учителей. В Сочи пресекли незаконную стройку. Сегодня начался снос многоэтажки на улице Ударной. Монолитный дом должен был быть частным. На большее разрешение застройщику не давали. И тем не менее на Ударной ударно шла стройка многоквартирного дома. На сегодня здесь уже 4 этажа, а судя по объявлениям о продаже квартир в интернете, их должно было быть 7. Потенциальным покупателям обещали центральные коммуникации, технические условия в полном объеме, детскую и спортивную площадки. И это несмотря на судебные решения о сносе, арест объекта и запрет на совершение любых действий с недвижимостью. В суд администрация города обратилась еще два года назад, на начальном этапе строительства. Был наложен арест на земельный участок, на заведение объекта, также запрет на строительные работы. И судебный акт, как видите, в пользу администрации о сносе указанного строения. Застройщик в соответствии с судебным актом обязался снести указанный объект до начала декабря. Как мы видим, снос застройщикам фактически надлежащим образом не осуществлялся. В связи с чем администрация города Сочи привлекла подрядную организацию для фактического сноса объекта с последующим взысканием пониционных расходов с застройщика. Строение основательное, не маленькое, но безопасно оно или нет, сказать мы с вами не можем. Потому что надзор строительный, который должен осуществляться за строительство многоэтажных домов, здесь, как мы видим, не осуществлялся. И с чем, как мы понимаем, суд и принял решение о его сносе. Ударная 9 находится в черном списке новостроек Сочи. Тем не менее, риэлторские агентства и сегодня продают квартиры в семиэтажном многоквартирном доме по этому адресу. А собственники объекта вместо того, чтобы исполнять решение суда и сносить дом, приступили к строительству межкомнатных перегородок. Учитывая, что заняться демонтажом пришлось муниципалитету, застройщик, скорее всего, лишится земельного участка. Сейчас по этому вопросу идут судебные разбирательства. Сочинские предприниматели – одни из лучших в стране. Таковы итоги федерального конкурса «Молодой предприниматель России-2019». Он проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровнях. Победители были определены на Всероссийском молодежном экономическом конгрессе, который проходил в Казани. С финалистами и успешными бизнесменами встретилась наш корреспондент Татьяна Говоркова. Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Сначала начинающие бизнесмены проходят отбор в своих регионах. Заявки на участие подали и представители Молодежного совета города Сочи и вышли в финал конкурса. Александр Бруславский предпринимательством занимается более восьми лет. За это время пробовал себя в разных сферах. В итоге остановился на электронных закупках. Параллельно с бизнесом занимается поддержкой начинающих бизнесменов. Он – эксперт и наставник в Сочинском центре трудоустройства и предпринимательства «Цитрус». При поддержке «Цитруса» и при поддержке нашего руководителя Юрия Меньшикова я отправился в город Казань на конкурс молодых предпринимателей России. Было достаточно количество соперников, так как отбор проходили тысячи участников по России. Из Краснодарского края отобрали 19 человек. И в составе этой команды мы отправились в город Казань на финал данного конкурса. 300 молодых предпринимателей со всей страны боролись за звание лучших в восьми номинациях. Производство, интернет-предпринимательство, сельскохозяйственное предпринимательство, франчайзинг, социальное предпринимательство, инновационное предпринимательство, сфера услуг и торговля. В последние сочинцы и вошли в число финалистов. Если бы не активная социальная работа в центре трудоустройства и предпринимательства, о конкурсе мы бы ничего и не узнали, говорит Денис Попов. Это был его первый опыт на федеральном уровне и успешный во всех аспектах. Нужно больше хотеть и больше достигать своих результатов. И в частности этот конкурс, на котором я принял участие по лучшим предпринимательствам России, во мне побудило это желание, потому что я понял, что я являюсь финалистом, но я не являюсь номером один. Поэтому я понял, что предела совершенства, как говорится, не существует. Лучшие молодые предприниматели России, а так себя эти два молодых человека могут назвать с полной уверенностью, не собираются останавливаться на достигнутом. Они работают над улучшением своего бизнеса, консультируют других предпринимателей, а перед собой ставят амбициозные задачи на следующий год войти в десятку лучших. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ Кубок союзного государства по самбо пройдет в Сочи уже завтра. На арене «Ледяной куб» встретятся 16 сильнейших спортсменов. Это уже второй турнир, организованный ассоциацией «Мы родом из самбо». Представители этой организации сегодня рассказали, что цель турнира – не только спортивные успехи, но и воспитание молодежи. Турнир будет проводиться по олимпийской системе в абсолютной весовой категории. За звание лучшего из лучших поборются 16 самбистов, чемпионов из России, Белоруссии, Армении, Сербии, Испании и других стран. Турнир посвящен 20-летию подписания договора союзного государства. Основная цель кубка – популяризация самбо через простые человеческие принципы – мужество, честь, объединение прошлого, настоящего и будущего. Мы привыкли, что говорим только плохо о том, что было у нас. Мы уверены, что у нас было и очень много хорошего. В конце концов, счастливое детство. Мы не смотрели на разрез глаз, цвет лица, окончание фамилии в конце, кто мы там по национальности. Мы все-таки друг друга оценили по поступкам и дружили друг с другом. Вот отсюда наше общее желание семьи нашей самбистов. Владимир Владимирович, видите, гордится, что он тоже, и справедливо гордится, что он родом из самбо. И то, что мы достигали в первую очередь в отношении друг к другу, а потом уже результаты, которые были у нас в самбо. В рамках кубка легендарные самбисты будут проводить мастер-классы с юными спортсменами, фото и автограф сессии. В Сочи самбо развивается активно, поэтому в зрителях, рассчитывают организаторы, недостатка не будет. Активно реализуется проект «Самбо в школу». У нас сегодня 22 школы задействованы в реализации этого проекта. Благодаря региональной администрации, благодаря губернатору, благодаря Министерству спорта Краснодарского края сегодня в эти школы закуплены все необходимые инвентарь для того, чтобы дети могли в спортивных залах заниматься самбо. Также в рамках кубка пройдет заседание совместной коллегии России и Беларуси по спорту. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.